Рад приветствовать наших уважаемых гостей, руководителей спецслужб Дружественных Государств. Я уверен, что мероприятие в Баку послужит делу укрепления нашего взаимодействия и будет еще одним вкладом в дальнейшее сотрудничество. Примечательно, что ваше заседание проходит в преддверии очередного саммита СНГ, на котором также главы государств будут иметь возможность пообщаться и обсудить очень важные вопросы нашего взаимодействия. Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ. По всем направлениям существуют очень тесные контакты и, конечно, в том числе в сфере укрепления безопасности. В нынешней сложной международной обстановке ваша работа, а также взаимодействие между коллегами приобретает особую важность. Поскольку угрозы растут, появляются новые очаги нестабильности. И от оперативной работы ваших структур во многом зависит и стабильность, и безопасность наших стран. Думаю, что вы и на сегодняшнем заседании также будете обсуждать вопросы укрепления сотрудничества. Конечно, необходимо постоянно обмениваться оперативной информацией. Вы знаете лучше, чем кто-либо, что информация имеет важное значение, в том числе с точки зрения оперативности ее получения и реакции на нее. И, конечно же, тесное взаимодействие между нашими странами создает прекрасные возможности для того, чтобы сотрудничество было искренним, целенаправленным, нацеленным на результат и на ликвидацию либо профилактику возможных угроз. В регионах, где наши страны расположены, существуют, конечно, внешние угрозы. И оперативная работа в этом направлении позволяет нам минимизировать риски. И отрадно видеть, что на пространстве наших стран общественная политическая стабильность укрепляется, и наши государства успешно противостоят многим вызовам. Что касается Азербайджана, то у нас уже не существует внутренних угроз. В результате проведенных мероприятий три недели назад полностью восстановлен суверенитет Азербайджана. И, конечно же, это открывает возможности для укрепления безопасности и достижения мира в нашем регионе. Сегодня мы на это настроены и считаем, что альтернативы этому нет. Исходя из того, что события последних недель по-разному интерпретируются в прессе, в первую очередь в западной прессе, я бы сказал, однобоко, предвзято и совершенно не отражающую ни историю вопроса, ни сегодняшней реалии, хотел бы коротко вас проинформировать о том, что происходило за последние три года. Но для того, чтобы, как говорится, моя информация была более полной, я хочу сделать небольшой такой исторический экскурс. Ну, начну с того, что образование под названием Нагорный Карабах никогда в истории не существовало. Существовало Карабахское ханство, которое вошло в состав Российской империи в 1805 году. Был подписан Кюрикчайский мирный договор. С азербайджанской стороны его подписал Карабахский хан. Его должность называлась хан Карабахский и Шушинский. Ибрагим Халил с российской стороны его подписал царский генерал Цицианов. Текст Кюрикчайского договора существует в интернете, каждый может ознакомиться. Никакого упоминания об армянском населении или каких-то особых правах армянского населения там нет. То есть это отчетливо еще раз говорит, ну и историки это хорошо знают, что Карабах – это древняя земля, населенная азербайджанцами, которые жили на протяжении веков, тысячелетий на своей территории. После Кюрикчайского мирного договора еще было два договора между азербайджанскими ханствами и Россией. 1813 год – Кюрикчайский мирный договор и 1828 год – Туркменчайский, по которому и другие азербайджанские ханства, в том числе и Реванское, вошли в состав России. В этих документах, естественно, речь шла об азербайджанских землях. После советизации Южного Кавказа была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Почему она была создана? Потому что после тех документов XIX века началось массовое переселение армянского населения на территорию Азербайджана из Персии и Восточной Анатолии. И уже к моменту советизации там национальный состав Карабахского региона Азербайджана был уже не таким, какой он был до начала XIX века. Исходя из этого, ну, может быть, были еще какие-то причины. Советская власть, Советский Союз уже к тому времени образовала Нагорно-Карабахскую автономную область, даже не республику, а область в составе Азербайджанской ССР. Это было ровно сто лет назад. К моменту, когда уже в Советском Союзе начинались центробежные тенденции проявляться, тогда поднял голову армянский сепаратизм и агрессивный экстремизм. К концу 80-х годов были созданы неформальные экстремистские организации. К сожалению, это не получило должной оценки центрального советского руководства, а во многих случаях и поощрялось им. Ну, все мы помним, кто был во главе Советского Союза в конце 80-х годов, и, естественно, ожидать чего-то другого было невозможно. Все это привело к тому, что традиционные отношения мира, дружбы и согласия между азербайджанским и армянским народами были нарушены, была вброшена вредоносная идеология национальной исключительности, превосходства, и пытались делать попытки обосновать претензии на карабахскую землю Азербайджана. Эти тенденции трансформировались в открытую агрессию уже после развала Советского Союза и в оккупацию азербайджанских земель. В результате этого около 20% территории Азербайджана и Карабахский регион, и бывшая Нагорно-Карабахская область, а также 7 районов, которые никакого отношения к тому автономному образованию не имели, также были оккупированы. Была проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, и ситуация оставалась таковой до осени 2020 года. Азербайджан всячески пытался решить вопрос мирным путем. Мы были участниками долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. И, кстати, то, что этот конфликт не был урегулирован, еще говорит о том, что ОБСЕ необходима большая трансформация. Также в лице вот этого конфликта мы видим неспособность организации объединенных наций использовать свой авторитет и свои рычаги. Сколько хоть и были приняты четыре резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие немедленного вывода армянских сил с азербайджанской территории, они на практике не были реализованы. Мы ждали долго, у нас были надежды. Я с 2004 года участвовал в переговорах на разных этапах, но, к сожалению, все надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что Карабах – это Армения и точка. Тем самым положил конец всем переговорам и сделал это совершенно бессмысленным, не говоря о том, что это было открытой территориальной претензией к суверенному азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую Нагорно-Карабахскую республику, не признала. То есть этот провокационно необдуманный и, я бы сказал, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. При посредничестве Российской Федерации и лично президента Владимира Владимировича Путина было подписано трехстороннее заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому те территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, которые еще оставались под оккупацией, также были возвращены в Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента. Вот коротко история вопроса. И может возникнуть вопрос, а что произошло три недели назад? Так вот, несмотря на то, что была подписана декларация, о которой я сказал, Армения не выполняла ее пункты, а именно один из важнейших пунктов говорил о том, что все армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории Карабаха. Это не было сделано, причем это не было сделано демонстративно. Более того, за два года, с 2020 по начало 2023 года, когда Азербайджан не контролировал границу района Лачин, туда были завезены огромные боеприпасы, количество которых исчислилось миллионами, что и выявилось совершенно недавно. Были привезены мины, заминирована была дополнительная территория. И все это вело к тому, что азербайджанцы продолжали погибать на своей земле. После окончания Второй Карабахской войны у нас 315 погибших и тяжело покалеченных военных и гражданских. И, к сожалению, их количество растет каждую неделю. Неоднократные призывы к Армении положить конец территориальным претензиям Азербайджану получили очень странную реакцию, которую тоже хотел бы вас проинформировать. Год назад, в октябре прошлого года, на встрече с международными партнерами руководства Армении и Азербайджана, было принято заявление, в котором обе страны признали территориальную целостность друг друга и приверженность к Алматинской декларации 1991 года, которая и подтверждала территориальную целостность всех наших стран. Мы посчитали это важным шагом со стороны Армении, которая наконец-то откажется от территориальных претензий к Азербайджану. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. На словах и на бумаге, признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении. Неоднократные призывы Азербайджана прекратить провокационные действия, к сожалению, не были восприняты со всей серьезностью. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой Нагорно-Карабахской республики. Это был переход красной черты, которую Азербайджан, естественно, терпеть не мог. Это было явным притязанием на нашу территорию. 9 сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели в кавычках выборы. Выбрали себе нового руководителя, что явилось уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористическую операцию, которая была проведена 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет. В результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена. Многотысячный контингент, от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен. Параллельно с этим мы уже публично опубликовали план реинтеграции армянского населения Карабаха, который также есть в интернете. И был сделан призыв к армянскому населению оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали. И, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и по существу сдались. Сегодня идет процесс зачистки территории от бандформирований. По нашим данным, еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории. После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая. Поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований. Вот, в принципе, такая история вопроса. Что же происходит вокруг? Это тоже, я думаю, вам будет интересно услышать от нас и нашу оценку того, что происходит вокруг. Ну, начну с того, что Азербайджан соблюдал и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции все гуманитарные нормы. Об этом свидетельствуют, кстати, международные эксперты, и в том числе миссия ООН, которая побывала на освобожденных территориях буквально недавно, вчера, и до этого еще где-то неделю назад, уже дважды, которая отмечала именно то, что все гуманитарные нормы были соблюдены. Тем не менее, армянские покровители на Западе развернули грязную, провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя нас во всех грехах. Главную скрипку здесь играет Франция, и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны и попытках дискредитации Азербайджана массированной медиакомпании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой. История вопроса 30-летней оккупации, разрушения всех наших городов и деревень, геноцид Ходжалы, все это, естественно, игнорируется, выдумываются совершенно лживые истории. Но, кстати, должен сказать, что буквально вчера меня ознакомили с одним видео сюжетом, где кандидат в президенты США выступает с обвинениями в адрес Азербайджана и демонстрирует кадры армянского ракетного обстрела города Гянджи. Но до такой степени опуститься до фальсификации и цинизма представить даже невозможно. Во время Второй Карабахской войны Армения обстреливала дальнобойные артиллерии, в том числе баллистическими ракетами, наши города, расположенные в сотнях километрах от зоны конфликта. И погибло у нас более ста мирных жителей, включая детей. Так вот, этот так называемый кандидат, обвиняя Азербайджан, демонстрирует кадры армянской атаки на Гянджи и на Бордо. Ну, как с этими людьми можно говорить? Что им можно объяснить? Они ничего не хотят слышать. У них есть свои установки, которые им спущены из центра, и по которым они действуют. Поэтому сейчас мы столкнулись с беспрецедентной информационной войной против Азербайджана. Мы, конечно, своими силами противостоим, пытаемся и доносим правду о том, что произошло, но надо понимать, что силы неравны. У таких стран, как Франция, имеющая давнюю колониальную историю, намного больше медиаресурсов по миру, чем у нас. Но, тем не менее, мы, используя разные площадки международных организаций и другие формы, доносим и будем доносить правду о том, что произошло. Говоря о Франции, хотел бы также отметить деструктивную и провокационную роль руководства этой страны в весь период с 2020 года и продолжающийся сейчас. Многочисленные обвинения безосновательной угрозы и шантаж в адрес Азербайджана никакого эффекта не возымел. Недавнее заявление президента Франции о том, что у Азербайджана есть проблемы с международным правом, могут вызвать только смех, поскольку Азербайджан международное право не нарушал. Мы воевали на своей территории, мы подавили сепаратизм, мы соблюдали все гуманитарные нормы, все Женевские конвенции, а международное право на протяжении 30 лет нарушало протеже Франции и сегодня главный союзник Армения, оккупировав территорию другого государства. И, как говорится, надо видеть в своем глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека. Полтора миллиона алжирцев были уничтожены французским режимом только потому, что они были алжирцами и были мусульманами. Это геноцид, не говоря уже о кровавых преступлениях Франции в Африке, в других частях Африки и по миру. И то, что сегодня Франция сохраняет еще колонии, это уму непостижимо. Азербайджан как председатель движения «Присоединение» неоднократно, и я лично на саммитах движения «Присоединение» поднимал этот вопрос. И эта страна, которая имеет кровавое колониальное прошлое, от которого даже сегодня некоторые страны Африки, как бы ни пытались, не могут избавиться, она нас обвиняет в нарушении международного права. Это абсурд. И еще один вопрос. Сейчас некоторые страны и международные организации пытаются оказывать посреднические услуги в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я недавно говорил, что если эта политика не носит одностороннего характера и не предвзято, мы воспринимаем эти попытки. Но когда со стороны Франции мы видим грубое попрание всех дипломатических норм, заявления, граничащие с оскорблениями, грязной инсинуацией, провокацией и ложь, с одной стороны, а с другой стороны попытки оказывать посреднические услуги, то это не вписывается ни в какие логические рамки. Нам такие посредники не нужны. Это первое. И второе. Если кто-то хочет заниматься посредничеством, то это не должно носить характер пиар-акций, а должно на самом деле быть нацелено на результат. Хотел бы также проинформировать вас, что 12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия наш сосед и союзник, а также союзник Армении. Эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. И, естественно, история отношений между нашими странами, она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегой. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает. Хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Пример, министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может. У него важные дела. Вот это всё мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого. Завершая свои комментарии, хотел бы ещё раз сказать, что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мы готовы идти на это, мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае, если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учётом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги к правде, не к Азербайджану, а к правде и к международному праву. Я ещё раз хотел бы выразить вам благодарность за то, что вы нашли время приехать. Сейчас везде непростое время, у всех очень много дел, но то, что вы находитесь в Баку, сегодня говорит и о вашем отношении к нашей стране, об уровне сотрудничества между спецслужбами наших стран. И является важным фактором безопасности на пространстве бывшего СССР. Думаю, что мы должны укреплять наше сотрудничество, исторические связи, общие прошлое. Всё это факторы, которые будут способствовать укреплению дружбы на пространстве СНГ и взаимной поддержке. Так что ещё раз приветствую вас, желаю вам успехов в сегодняшнем мероприятии.